Ну, какое настроение? Сладкое или соленое? Ну вот у меня соленое. Кроме того, у меня настроение морское. Вам хочется на море? Кому не хочется на море? Покажите мне такого человека, которому не хочется на море. Вот, спасаемся как можем. Предлагаю. Один из методов спасения – кулинария. Глубокую тяжелую сковородку разогреваем. А здесь у нас уже должна кипеть вода. Она вот-вот закипает. Пока вода закипает, сковородка разогревается, мы с вами берем лук. Вот, например, такую крупную луковицу. Нарезаем ее тонкими полукольцами. Когда мы говорим о море, какая ассоциация возникает в первую очередь? Ну, безусловно, конечно, этот запах сумасшедший, эта вода. И кажется, что эта вода настолько целебна. Она нам так нужна, живущим в средней полосе России. Без моря, без йода. Так вот, еще у меня что возникает? Какая ассоциация? Еда. Еда на море тоже богата йодом. Потому что, когда мы говорим про еду на море, мы же в первую очередь что думаем? Ну, мы думаем какие-нибудь устрицы, рыба или мидии. Как же я люблю мидии. И я ужасно довольна, что мне удалось найти на нашем рынке продукт очень высокого качества. Это мидии, вот такие вот Агамо. Дело в том, что вообще Агамо это высочайшего качества продукция, так как по всему миру Агамон выбирает лучшие морепродукты. И они проходят минимальное количество часов от момента вылова до момента заморозки. Практически нет глазури в замороженном продукте. И поэтому этот продукт свежайший и он богат теми самыми микроэлементами, минералами, витаминами, йодом, чем богаты все морепродукты. Вот сегодня мы и будем с вами готовить вот такие вот спагетти с соусом, основа которого являются мидии Агамо. Вообще эти мидии, они с побережья Чили, именно поэтому они такие насыщенные по вкусу, нежные и одновременно плотные. Поэтому они очень хорошо держат структуру и для соуса. И честно я вам скажу, если вообще не хочется никаких макаронов, мидии, чеснок, лук, хорошее оливковое масло, белое вино, немножко хлеба в тостере и все, жизнь удалась. Кстати, про оливковое масло. Оливковое масло я использую только Extra Virgin Olive Oil Borges. Уже много лет на моей московской кухне другого масла нет. Почему? Потому что это масло не просто самое вкусное, не просто самое насыщенное и самое полезное. Оно реально для меня представляет вот ту необходимую ноту в любом блюде. Будь то салат, будь то какая-то выпечка или что-то нужно пожарить, или, конечно же, соус такой важной вещи, как мидии. Итак, здесь у меня сейчас лук, чеснок, оливковое масло Extra Virgin Olive Oil Borges. Как только лук становится прозрачным, тут прислушиваемся все-таки к итальянцам. Лук должен быть прозрачным, а еще прислушиваемся к итальянцам с точки зрения того, что мы, как только готовим пасту с морепродуктами, обязательно, вот так в Калабрии делают, добавляем сюда немножко перца чили. В Калабрии добавляют обычный пепперончино. Я выбрала вот такой вот толстенький чили, который называется халапиньо. Он чуть-чуть нежнее, чем пепперончино, но, тем не менее, с морским вкусом сочетается просто отлично. И вот теперь, как только у нас лук стал прозрачным, чеснок пошел-пошел аромат, добавляю мидии в эту сковородку и сюда же добавляю большой бокал 150 мл белого вина. Накрываю все это крышкой. Готовим петрушку. Вообще, интересное сочетание, вы знаете, в Бельгии, на самом деле, очень любят мидии и готовят их, ну, в разнообразных соусах. Есть сливочный соус, есть томатный соус, есть соус белого вина, так как мы сейчас с вами делаем. И всегда добавляют петрушку. Не базилик, не какие-нибудь такие хитрые травки, например, тархуна или каких-нибудь майорана, орегано. Нет, именно петрушка. Она, как правило, крупно порезанная. И вот ее аромат в сочетании с запахом и вкусом мидий, чеснока и белого вина, реально, ребята, чудеса. А тут еще я подглядела в одном небольшом ресторанчике. Кстати, на юго-западе Великобритании, где тоже мидии очень-очень любят, вот как раз такое добавление к моему соусу зеленый горошек. Сладкий зеленый горошек, который я просто разморозила. Вода у меня здесь кипит. Воду солим. Спагетти отправляются в соленую кипящую воду. А к мидиям, о, как только все створки открылись, это значит, что минут 5 и они будут готовы. Добавляю зеленый горошек и немного, вернее, много петрушки. Мидии я не солю. Во-первых, они сами по себе пропитаны морем, в них достаточно соли. А вот та соль, которую мы сейчас добавили в воду, там должна быть столовая ложка соли, не меньше. Она пропитает ровно столько, сколько нужно, вернее, и паста возьмет ровно столько, сколько нужно этой соли из воды. И мы еще, если нам нужно будет, добавим немножко воды, в которой варилась паста, в соус. И все у нас будет хорошо. Но выглядит это уже роскошно. Я понимаю, что мое соленое настроение меня сегодня не подвело. Ждем буквально минут 5, пока сварится паста. Как интересно, по-настоящему вкусная еда, по-настоящему еда, которая завоевывает любовь едунов, едоков, она абсолютно логична. То есть вот наличие муки, наличие оливкового масла, близость моря создает шедевры. Поэтому мы с вами так любим ездить куда-нибудь к морю, есть макароны с мидиями, макароны с креветками, макароны с морскими ежами, макароны с рыбой, макароны с какими-то лангустинами. Почему? Потому что это все, понимаете, вот есть рецепты, которые не приживаются. И повар так как-то выступил, ну вот он придумал, например, добавлять сало к шоколаду или наоборот, шоколад к салу. Не слышала я о том, чтобы этот рецепт, я слышала о том, что такое существует, но не слышала я о том, чтобы такие рецепты стали настолько востребованными, настолько любимыми везде, повсеместно. То есть географически расползлись, расплылись, завоевали нашу с вами любовь. А вот если мы говорим, например, о плове, ну согласитесь, плов любят везде, плов любят. Во-первых, его готовят по-разному. Его готовят там в Узбекистане свой рецепт, в Азербайджане свой рецепт, в Индии свой рецепт, называют это пилав, но это все равно плов. Или если мы говорим о пасте, макароны с соусом. Вот это вот, мне кажется, такое интересное наблюдение. Я почему, например, смотрю, когда какие-то повара привносят что-то интересное в приготовлении своих блюд. И сразу можно понять, если это логично, если история растет откуда-то из детства, бабушкины рецепты, какой-то вкус, присущий тому или другому региону, то такие рецепты остаются навсегда. А если добавляют какие-то вот такие странные вкусы, эти эксперименты обязательно должны быть, чтобы развивать кулинарию. Но все-таки, я думаю, лично я такие, как я, будут возвращаться к истокам. И, например, паста с мидиями где-нибудь на берегу моря, ну или если хочется вспомнить море, то паста с мидиями, она всегда работает прямо конкретно на данную ассоциацию и меня переносит в то место, в котором я хотела бы сейчас оказаться. Через 5 минут все мидии, которые не открылись, вы их вон, их есть нельзя. Но здесь вот сразу говорится о качестве продукта. Вся упаковка мидии, посмотрите, одна к одной. Если есть желание, конечно, избавить своих близких от работы с этими ракушками, можно убрать ракушки, оставить только вот эту мясистую часть. Но мне, честно говоря, очень нравится, как с ракушками можно управляться. Поставьте половинки лимона на стол, для того, чтобы можно было руки время от времени как-то в лимоне немножко освежать. И вот теперь смотрите, макароны недоварены 1-2 минуты до срока указанного на упаковке, чтобы их не переварить здесь в момент соединения. Вот всех этих элементов сладкого горошка, белого вина, прекрасных мидий, чеснока, лука, острого перца и спагетти. Берем, ну вот, например, такую посуду, большую, и выкладываем эту роскошь вот сюда. Я считаю, что уместно налить сюда либо белого вина, либо чего-то игристого. Ну и, конечно же, в одиночестве такая еда мало радости принесет, как, впрочем, и любая другая. Поэтому зовите своих родных, близких, зовите всю свою компанию и вперед! Хорошей субботы!